Доброе утро, ребята! Сегодня день новый. Я с патчами на глазах. Долго они у меня лежали, я как раз таких до поездки берегла. Называется коллагеновая маска для глаз. Слушайте, ну вот нанесла. Вроде пока приятно. Жени нет. Здесь вот такая подложечка есть. Это мне попадалось в коробочке какой-то красоты. Использую. Посмотрим как. Мне с утра всегда необходимы патчи, потому что с утра я помятая. Кстати, я здесь очень хорошо сплю. Вот реально хорошо. Здесь такая температура ночью классная, что прям очень комфортно спиться. Я тут, конечно, только встала. Еще вот почистила зубы, умыла, сделала патчи. Сейчас немножко приводим себя в порядок. Идем на завтрак. И дальше вам буду все показывать. Так что доброе утро всем. Добро пожаловать в новый влог. Так, ну что, давайте покажу вам, что сегодня мы взяли на завтрак. Значит, я себе тут навалила всего. И колбаски, и овощей, и грибочков, и оливки, и сырок. Вот эти булочки очень вкусные. Если вдруг будете здесь, вот именно с изюмкой на завтрак подают. Очень-очень вкусный йогурт шариками. Тут что-то, я не знаю, что это беляш или что это. Тут он что-то набрал вкусное. Еще вот этого набрал. Не знаю, насколько, конечно, меня хватит, съем я это все или нет. Но я, знаете, как я набираю, пробую. И уже вот к сегодняшнему дню я знаю, что я точно не захочу. А что мне очень понравилось, как, например, вот эти штуки. Кстати, что касается погоды, сегодня вообще передавали дождь. Но, как видите, дождя пока нет, но все в такой дымке. Не дымке, а... Я очень надеюсь, что... Вот солнышко скрылось. Я очень надеюсь, что распогодится. Дождя очень не хочется. Сейчас переоденемся, пойдем на пляж. Мы утром, где-то, наверное, до 12, до пол первого, ходим на пляж, а потом приходим сюда на бассейн. В чем я сегодня ходила на завтрак? Люшка, топик и шлепочки. Мы подходим к нашему корпусу номер 5. А вот так мы идем на море вот этой тропилочкой. Ой, простите, что зеваю. Выходим прямо вот так, и все, и мы на море. Прошли мы на пляжик. Сегодня легкие волнушки, но они приятные. Давайте потрогаем водичку сегодня. Я думаю, она не супер изменилась. Да, водичка хорошая. Вы знаете, мне не столько нравится упаться в море, потому что больше я предпочитаю бассейны для этого. Только слушать этот шум воды. Это классный. Красота. Ладно, пойдем загорать. Так, пока мы тут загораем, расскажу вам немножко о вчерашнем вечере. Вот когда мы первый день были, здесь была анимация, какое-то турецкое, да, шоу или что там было? В общем, танцы были такие прикольные, шоу. А, шоу Майкла Джексона, вот, что я вам говорю. Шоу Майкла Джексона. Вчера было, значит, у нас шоу африканское. Очень, кстати, круто, реально, там такие они трюки выделывали, акробатические. В общем, как будто в цирке побывал, на самом деле. Сегодня что, я не знаю, будет, но я вот хочу сегодня вам показать, что вообще и как проходит. Здесь есть на территории амфитеатр. В этом амфитеатре, в общем, каждый вечер какие-то приколюхи происходят. А, и вчера мы еще сходили на дискотеку, которая в 23.30, да, по-моему, вечером? Ну, народу там никого не было. Я так понимаю, все-таки, потому что не лето. Вот летом тут, может быть, молодежи побольше, хотя сам отель, он рассчитан больше на семейный отдых, потому что здесь очень много зон для детей, здесь отдельный бассейн, отдельный аквапарк мини такой, горки. В общем, для детей тут всего куча, поэтому даже когда я смотрела обзор на этот отель, говорили, что для детей идеальный отдых. Поэтому, может быть, как-то и на дискотеке здесь никого не было. Носкодеку, кстати, проходит вот где-то там. Там подальше, отдаленно, специально, чтобы никого не будить. А так, где-то, наверное, после 12 отель утихает. Так спокойненько становится в отеле. Мы вчера прошли, многие после... А, еще вчера была живая музыка, и вот многие после живой музыки просто разбрелись по номерам уже где-то в 12 часов. А, усугубляться, да. Вот, так что я думаю, что летом здесь как-то более тусовочно, что ли, возможно. Знаете, что вот осенью здесь поспокойнее. Ну, на самом деле, я такой отдых и хотела. Вот, еще здесь есть бар. В этом баре на пляже предлагают напитки, кола, пиво, какие-то еще там фанта, спрайт и водичка. На пляже спокойно есть шезлонги, они совершенно бесплатные. То есть, как бы, все это отели, потому что пляжная линия. Переодевалок много по пляжу, тоже очень удобно. Ну что, ребят, вышли мы с пляжа. Погода, кстати, чуть-чуть портится, так что мы прям вовремя успели сходить на пляжик, покупаться. Тучки какие, прям не хочется в эти тучи попасть. Ну, хотя мы уже в них попадаем. Мы сейчас пойдем в аквапарк, посмотрим. Если получится, то покатаемся чуть-чуть. Вон туда, вон желтенькие горочки виднеются. Смотрите, сколько пальм, да? Как круто, надо здесь фотку какую-нибудь сделать. Так что увидимся через мгновение. Расскажу вам свои впечатления. Давно уже не каталась, на самом деле. Лет с 13 не была в аквапарке. Так что сейчас вспомню детство. Хотя на таких горках это совсем не детство. А вот так проходит водная гимнастика. Народу немного, на самом деле, вот на таких мероприятиях участвуют. Но вчера какое-то мероприятие было прикольное. Там в бассейн тоже все падали. Там много было народу. Так, ребята, в общем, круто. Покатались мы и сегодня открыты две горки. Вот эта горка и вот эта следующая. Вот эти закрыты сегодня. Но вчера работало вот эта. И мы подозреваем, что все-таки здесь как-то по дням открывают эти горки. Потому что, чтобы все сразу не работали. А вот там, если дальше пройти, там теннисный корт, там снэк-бар, где можно покушать. То есть вы всегда можете зайти в любое время суток и тут покушать. Эмоции куча. И погода сейчас портится. Так что мы быстренько сейчас идем в бассейн. Покупаемся и на обед. Зашли мы все-таки в снэк-бар. Я вам хотела показать, что вы сможете здесь перекусить. Салатики разные. Даже всякие соленья, оливки, яблочки, фрукты. Картошку фри, которую здесь так любят. Я не знаю, особенно англичане просто съедают ее. Пицца. Вот тут даже мяско есть. Вот сегодня, если будет хорошая погода, я вас возьму с собой. Так что здесь вот обычно всякие шоу показывают. Ну что, ожидали увидеть такую красотку? Я вышла из душа, у нас начался сильный-сильный дождь. Вот прям сильный. Никто не думал, что так погода испортится. Причем она так резко испортилась. Но мы сегодня все, что хотели, успели. И позагорали, и на море покупались. И в бассейне я поплавала. И что мы еще делали? А, на горках катались. Сейчас пойдем на обед. Сейчас вот я масочку сделаю. Высушу волосы, приведу себя в порядок. Как раз дождик может быть закончится. Я повторно использовала вот эту маску. Она, правда, очень-очень классная. Поэтому прям обратите на нее свое внимание. Здесь столько жидкости, что прям на 2-3 раза можете смело использовать, если вы любите так делать. Я так делать не люблю, но вот эту маску, правда, использовала 2 раза. Хотя у меня есть с собой масочки. Так, и еще знаете, что я использовала? Сейчас вот в душе пока была вот эти 2 бальзама кондиционера. После них очень мягкие волосы. Я даже не думала, что мне так понравится. Надо потом будет в городе у себя присмотреть. Очень вкусно пахнет. Прям сладенько, миндально, ванильный. Я тоже так люблю, когда пахнет. И 2 вот таких шампуньки. Органовый нектар для блеска волос. Hair Vittles. Вот итальянская морка. Ну, это все у меня отправляется в помойку. Я сейчас пойду прям полежу и пойдем на обед. Так, ребят, ну что, мы кое-как добежали. Потому что на улице сильный дождик. Просто ливень какой-то. Если тут меня видно, я уже вся промокшая. Вся не такая. В общем, я уже начала показывать. Мы сейчас пошли на обед, что я сегодня взяла. Вот такой салат. Это много салата. Вот такая порция салата. Чуть-чуть макарон и какие-то вот 2 кусочка от котлетки. Не знаю, мяско, в общем, тушеное. Потом вот таких вкусняшек набрала. Как всегда, я все люблю попробовать везде. Пооткусить. Феечку и винишко. Решила сегодня винишком разбавить свой обед в такую плохую погоду. А вот это я не знаю, что это такое. Я взяла попробовать. Типа пудинга. Мы тоже сейчас ложечку попробуем. Приятного аппетита, кто со мной сейчас спущает. Ребят, ну это капец. Короче, дождь зарядил. Не хочет переставать. Слышите, наверное, звук, да? Вообще. Благо, что у нас есть скрытый бассейн. И мы сейчас туда пойдем купаться. Ну, я, по крайней мере, туда пойду. Дорогой, любимый пойдет в спортзал, а я пойду плавать. Вот так пойду плавать. Я тебя всегда дорогой, любимый называю. Ты не знал? Ну, что, ходишь с Китая, привет хоть передай. Так, ладно, все. Пойдемте, как раз покажу вам, как там в бассейне. Пришла я в открытый бассейн. Поплавала тут уже слегка. Что вам скажу? Сейчас, конечно, народу тут много, потому что на улице непогода. Но все равно поплавать можно. Единственное, только все дети брызгаются, плескаются. И как бы вот спокойно не проплывешь. Обязательно где-нибудь тебе прилетит. Так хорошо все-таки, когда есть вкрытый бассейн. Вот, например, вне погоды. Это супер средство. И, по крайней мере, я себя все равно чувствую на отдыхе, а не просто в номере. Сейчас я вам покажу этот бассейн. Все прикольно. Открытая крыша такая. Но вечером здесь никто не пупается. Я вот сколько прихожу. Здесь все бассейны вечером закрыты. Смотрим мои сосиски. Вот так это все выглядит. Достаточно тоже хороший бассейн. Здесь спокойно, когда на улице хорошая погода. Здесь практически никого нет. С детьми многие плескаются. Ну, а по сути, куда кому деваться? Правильно же. Вот там спортзал. Мой милый там находится сейчас. А я здесь. Кстати, на улице уже небольшой просвет. Так что я надеюсь, что скоро более-менее хотя бы дождик закончится. Самое главное, чтобы закончился дождь. И пусть будет даже холодно-прохладно. Но, по крайней мере, без дождя можно погулять. Смотрите, на мои ножки даже солнышко легло. Будем надеяться, что это не затяжной дождь. Ребят, вот смотрите, как похолодало, что я куртку одела. Ну, реально холодно. Прохладно, конечно, на самом деле. Потому что резко так. 20 градусов всего сейчас. Очень холодно. Он открыт. Это все территория отеля. То есть тут можно спокойно играть. Сейчас туда с вами пройдем, посмотрим. Давайте дверку закроем. Так. Чик. Все, пошли дальше. Вообще, такое ощущение, что где-то в каком-то парке. Елки такие красивые. Для детишек здесь тоже аттракциончики. Ой, кстати, я этого даже не видела. Смотрите, сколько для детишек. Вообще, для детей в этом отеле очень много развлекаловки. Поэтому, если вы сюда едете с детьми, вам понравится. Слушайте, здесь даже есть боулинг-клуб и бильярд-клуб. Интересно, там открыто. Так, тут футбольное поле. Вау, волны. О, он бушует в море. Идеальное время для фото. Нет солнца, засвета, нет людей. Просто шикарно. Можно такие фотки красивые сделать. О, тут такая греческая тематика. Сине-белое все. Вау, прикольно. Красивое море. Класс. Море шикарное. Такое большое. Смотрите, сколько рок-барокко. Мы в магазинчике. Магнитики нам будут нужны. Так, а это что такое? Какие-то турецкие повязочки. Ну, кольца, кольца. Ух. Титаник. Кручная работа. Про косметику. У нас же канал косметический. Халва. Мы такую халву с мамой из Аордании привозили. Но не именно прям вот такую фисташковую. Вот такую. Похожую. 10 евро. О, тут рахат лукум разные. Четыре вида. Пакетики в подарочном. Эти чашки у них, конечно, красивые. Росписи такие прям, да? Декоративную поставить дома на память. Смотрите тоже, сколько много. Мы спустились на цокольный этаж. Ой, как красиво. Битое стекло такое. А я тут, знаете, что присмотрела? Я присмотрела здесь мыльца. Вообще, в принципе, это дорого. Тут одно за пять, а три за десять. Вот такие вот мыла. Они, видите, в коробочке идут. Пахнет очень приятно. Правда, очень вкусно. Мне очень понравилось, как пахнет вот это с миндалем, с гранатом, молочное вкусное. И вот такие вот еще есть кусочки. Они уже 15 евро, три штуки. Но здесь в упаковке, вот, например, с кокосом, два мыла. То есть можно эту упаковочку разделить, кому-нибудь подарить. А еще здесь много вот такого. Вот такого. Ладно. 18 плюс начался. И еще вот такой она подарок. Ну, мы уже смотрели. Вот она, халва. Это какая-то ванильная. Прикольно. Здесь шоколадная, ванильная. Вот. Вот такую мы привозили из Иордании. Ковры, турецкие сумки. Пойдемте тоже посмотрим. Вот, кстати, любителям сумок на подарок прикольно, мне кажется. Такая, знаете, прям ручная работа, как будто бы все вышито. Смотрите, как прикольно. Лук растет. Сыры. Это моя страсть и любовь. Очень люблю сыры. Особенно с помидором. Вот эта штучка каждый раз меняется. Сегодня такая зеленая. Они чем-то начиненные. А, поклажани. Какая-то вкусняшка. Надо взять попробовать сейчас. Малышный десерт в Казань-Диби. Порох от лукум. Надо попробовать сегодня лукум. Тоже много новых вкусняшек. Вот это вот отдельно прям турецкие вкусняшки. Вот эта вот штука очень вкусненькая. Ребята. Что-то у меня какой-то тут красный цвет лица. К завершению вечера одела куртку, переоделась. Пойдем немножко погуляем, посмотрим. Мне кажется, сегодня, конечно, ничего уже не будет из представлений. Но все-таки прогуляться стоит. Пойдем в интернете как раз-таки посидим. И будем потихонечку с вами прощаться. Все? Все. Мы побежали. Ребят, смотрите, какая прикольная штука. Здесь у рецепшена висит экранчик вот такой. Показывают все фотографии, отмеченные с хэштегом Pegasus World. Вот я сегодня выкладывала вот эту фотку. Вот смотрите, я здесь. Я об этом не знала, я только что увидела. Я видела, что какой-то экранчик висит, но я не догоняла, что это. Буду себя наблюдать. Я, в принципе, каждый день пощу фотки. А вот в этих автоматах вы можете записаться по а-ля-карт, то есть в один любой ресторан по вашему желанию. Так, ребят, в общем, я выяснила, сегодня у нас караоке. У нас в руках коктейли, правда, его нифига не видно, но они очень вкусные. Так, ну что, ребят, мы уже пришли в номер. Было у нас караоке, я даже спела одну песню. Полина Гагариной «Колыбельная». Мне кажется, это моя, знаете, такая песня, которая путешествует со мной везде. Я ее уже в Турции пела. Вот сегодня повторила. Познакомились с ребятами, с Владимира, посидели с ними немножко. И сейчас уже время первый час. Пришли в номер. Я, честно говоря, очень сильно замерзла. Что-то на улице вечером очень холодно. Хорошо, что у меня была с собой куртка. Вот. И у меня еще губы очень обветрились. Прям красные все и стягивает. Так что сейчас умываемся, ложимся спать. Вот. И завтра, если будет хорошая погода, мы поедем, погуляем в старый город Сиде. Посмотрим, что там. Я вас, конечно, возьму с собой. Поснимаю вам. Спокойной ночи. Сладких снов. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok